Дальше мы сейчас с вами будем говорить о том, что мы анонсировали в самом начале синтаксическую управляемую трансляцию. Синтаксическая управляемая трансляция устроена следующим образом. Мы вместе с правыми частями наших правил заодно пишем какие-то правила. Давайте рассмотрим на примере арифметическое уражение. Давайте сделаем грамматику для арифметических выражений, которая не подстроит дерево разбора, не говорит, является ли строка корректным арифметическим выражением или нет, а которая вычисляет значение этого выражения. Итак, возьмем нашу грамматику классическую арифметических выражений. Во-первых, давайте каждому нашего терминала дадим атрибуты. Что такое атрибуты? Это значит, что у нас как бы есть класс, и у него есть поля. Ну, допустим, класс E у нас содержит поле value, которое имеет там, допустим, тип int, который содержит значение этого выражения. Аналогично давайте t дадим атрибут value, он содержит тип int, и f дадим атрибут value, тип int, и числу тоже дадим value, тип int. Теперь давайте нашей грамматике дадим, значит, создадим еще в ней так называемый транслирующий правило. Вот, например, e в e плюс t. Напишем здесь, что вот на самом деле вот этому e 0 value. Вот они пронумерованы, у нас будут слева направо. Левая часть, что будет 0, а правая часть пространена 1, 2, 3. Это будет у нас что? О, это e 1, value плюс t, value. Смотрите, если есть всего один, не терминал с таким именем, то можно не писать, какой он, ясно, что t это вот, а если не ясно, то приходится писать. Аналогично вот для второго правила e в t, тут надо просто скопировать. e value, 1 в t, value. Аналогично здесь t в t умножить на f. t value, 0, t1, value, умножить на f, value. t, f, t, value равно f, value. Так, f в n, f value, n, value. И f в скобках e, f, value равно e, value. Тут как бы пока все просто, в этом примере мы даже, по-моему, рассматриваем на самой первой лекции, в качестве дема некоторого. Мы просто с каждым правилом связали правила. Смотрите, здесь происходит следующее. Здесь атрибут наш, value. Если посмотреть на дерево разбора, то наш атрибут, значение нашего нетерминала, он зависит от детей. Всегда слева у нас нетерминала, которая левая часть, в равенстве, а справа, те, которые вправо. Такие атрибуты называются синтезируемые. Синтезируемые атрибуты — это атрибут, значение, которое вычисляется через значение детей. Это такой естественный достаточно процесс. Типа мы сверху вниз, грубо говоря, если бы мы построили дерево, то мы могли бы дфсом просто пойти это дерево, ну и по этим правилам. Однако, например, эта грамматика, которую мы здесь написали, она непригодна для нисходящего разбора, потому что в ней есть левая рекурсия. Давайте пробуем левую рекурсию устранить и посмотрим, что нам делать, как нам выше значение выражения грамматики с устраненной левой рекурсией. Так, ну давайте смотреть, что будет после устранения левой рекурса. У нас грамматика примет вот такой вес. Вот для такой грамматики мы уже считали свою first follow. мы убеждались, что в этой грамматике нет никаких проблем с нисходящим разбором. Но у меня есть проблемы с вычлением значений. Давайте попробуем. Значит, ну вот, что у нашего ешки. Вот у нас есть е, как ему вычлечь значения? Ну, у тебя есть в алью. Как его вычлечь значения? Это значение вот этого т, и что дальше с этим значением т? Плюс значение вот этого типа е штриха. Ну, неплохо, но это неправильно. Давайте, почему это неправильно? Потому что, если так сделать, если так сделать, давайте вот я специально красным цветом напишу. Вот мы напишем здесь, типа, е value равно t value плюс е штрих value. Правильно, тут что, е штрих value, 0.value равно, ну давайте разбираться, что тут. Плюс t, t value плюс вот то, что там посчитается дальше, да? Почему, ну и так далее. Почему это неправильно? Потому что на самом деле у нас получится плюс право ассоциативное. То есть он прибавит первое слагаемое значение всего выражения справа. Так, это неправильно так делать. Потому что, например, давайте не плюс рассмотрим, а минус. Какой разница? Минус же это самое. Тогда тут получится минус. Ну или плюс. Не знаю, как вам больше. Короче, люди так придумали вот эти вот. Мануиды, функции, аппликативы. Типа вот t, e в некотором смысле, е возвращает какой-то функционал, который при этом еще должен как-то состыковываться с е. И выдавать нам значение е. И вот все вот это вот провернуть, и всю грамматику. Да, это хорошая идея. Мне кажется, что функционально программирование хорошо зашло. Это хорошая идея. Так мы, однако, делать не будем. В этом конкретном примере. Мы сделаем чуть по-другому. Мы обойдемся нашими атрибутами. То, что вы сказали, более общий подход в целом. И так очень круто. И это следующий самый шаг в парсинге, можно сказать. Можно с помощью этого сделать. Сделать такой функциональный парсер на втором уровне. Но мы не будем так делать, потому что придумана более простая технология для конкретно нашего случая. Когда мы установили левые рекурсы. Смотрите. Давайте. Вот это значение t. Давайте поступим так, как вы предлагаете, но чуть менее обобщенно. Вот это значение t. Его нужно отдать как в этом е штриху. Ну, типа, вот уже готовая сумма, которая so far, да? Этот е штрих, что он должен здесь? Он должен здесь к этой сумме so far дать, вернем, плюс. Прибавить вот это t. И передать этому дальше. Типа, вот твоя сумма so far. Этот должен прибавить свое и так далее. А вот здесь он говорит, ага, сумма so far кончилась. Нужно вернуть обратно это решение. Что это значение? Давайте распишем. Значит, смотрите. Вот у е штриха у нас будет, на самом деле, два атрибута. Нет, это похоже на монаду. Я не спорю. Монада более общая немножко вещь, чем то, что мы делаем. У этого е штриха будет два атрибута. Это, во-первых, аккумулятор. Это вот то, что он уже просуммировал к текущему моменту. И, во-вторых, это значение value. Ну, аналогично будет у т-штриха. Я думаю, что мы ограничимся е штрихом. Т-штрих по аналогии. Значит, давайте посмотрим сюда. Значит, здесь что происходит? Е штрих аккумулятор — это вот этот TV. Теперь, а чему равно е в или? А е в или на самом деле будет равно в или этого е штриха. Тут возникает вопрос последовательности действий, да, в каком порядке, как это все работает. Это мы сейчас вопрос обсудим. Пока запишем по факту. Это будет вот то, что он там в итоге посчитает, внизу у себя. Это будет его результат. Значит, теперь что происходит здесь? Значит, здесь е штрих. Вот этот вот. Один, два, три, да? Три точка аккумулятор. Он равен чему? Равен е штрих 0 аккумулятор плюс TV, правильно? Дальше. Значит, значение вот этого T перешло, ну вот оно привело сюда. А потом, когда вот этот е штрих посчитал все значение, чтобы вернуть, оно отдает обратно е штрих 0 value равно е штрих 3 точка 0. Так, ну и наконец вот здесь, что происходит вот здесь. А вот здесь, собственно, вычисление закончено. Е штрих точка value равно е штрих 0. Смотрите, тут есть, теперь появился другой вид атрибута. Вот, если здесь был у нас только атрибут синтезируемый, то тут появился атрибут вот этот аккумулятор, который зависит от левого брата, а вот здесь, вот этот третий аккумулятор, зависит от левого брата, во-первых, а во-вторых, от родителя. Атрибут, значение которого зависит от значения левого брата или родителя, называется наследуемый атрибут. Так, что, вы все еще хотите монаду, что-то приедет, но на... Просто это выглядит так, что лабы было бы не так уж и больно писать на хаске. Ну, потому что действительно, если возвращать какие-то функциональные вещи, то вот эти вот... Ну, у нас есть договоренность с преподавателями национальных программирования, что если лабы 2, 3, 4, 1 нельзя, 1 на 1 обязательно писать, 2, 3, 4 будете писать на хаске, то они получат, они поставят там дополнительный бонус по своему курсу. Я подтверждаю это договоренность. Как бы на вашу... Ну, это ваша добровольная, вы можете не взять. А там можно получить минус балл за такую задачу? У нас нет баллов, у нас зачет. Нет, они там могут поставить минус балл. Это как бы с ними разбирайся. Так, смотрите, значит, давайте сюда вернемся все-таки. Значит, а с другой стороны, вот этот атрибут, атрибут value, он зависит от детей по-прежнему. И вот здесь он зависит там от себя, но в некотором смысле от своего поддерево. Так, что... Значит, на самом деле у этого всего есть чуть менее, чуть более простой смысл, чем в функциональном программировании, которое с ним перекликается. На функциональном программировании, я думаю, что это можно реализовать с помощью функциональных штук и будет даже очень красиво. У этого есть более простой смысл. С точки зрения рекурсивного спуска, с точки зрения рекурсивного спуска, синтезируемые атрибуты это возвращаемое значение нашей функции для нетерминала. У нас каждого нетерминала соответствует функция, которая его парсит. Синтезируемые атрибуты это возвращаемое значение этой функции, а наследуемые атрибуты это параметры этой функции. то есть если вы будете писать рекурсивный спуск то когда вы будете писать вот значит, вот это вызовет вот, раз более для е, вы вызовете t, она вернет вам значение выражения t, вы его передадите как наследование, как аккумулятор вызову вот этой функции е штрих а функция е штрих в свою очередь вернет свое возвращаемое значение это value, свой синтезируемый атрибут как возвращаемое значение и вы его дальше поиспользуете вернете то есть функции е то, что вы говорите вот этот референс из функционального момента к монадам, это способ трансформировать на самом деле одно в другое монад поскольку передача наследованного атрибута в определенном смысле side effect получается у вас так нельзя то вы вместо этого используете действие а что бы вы сделали с этим в качестве синтезируемого атрибута и не передаете туда наследуемый атрибут а вот это е штрих возвращает в качестве своего синтезируемого атрибута действует эту монаду которая собирается сделать с этим а вы здесь это делаете и передаете наверх так можно сделать но Но в целом это немножко, как это сказать, чуть другая операция, хотя она достигает того же эффекта. Это один из способов избавиться от наследуемых атрибутов, которые, в частности, используются для того, чтобы избавиться от сайд-эффектов в функциональном программе. Но в императивных языках более прямой способ это просто сделать наследуемые атрибуты. Так, ну это был такой некоторый gentle introduction в то, что будет дальше. Мы поговорим подробнее, как действительно формально говоря устроены эти атрибуты, вот то, что здесь написано в этих скобках, в каком порядке оно выполняется, что там можно писать, что нельзя, как это соотносится к тому, что вы пишете в коде, как это сделать для рекурсивного парсера, как это сделать для нерекурсивного парсера нисходящего, как это сделать в восходящем парсере. Там свои разные проблемы в обоих случаях. Соответственно, вот про то, как это реализовать, какие там проблемы возникают, как их решить, мы с вами рассмотрим на ближайших лекциях. Так, остановим запись. Так, остановим, я говорю, запись.